Всем доброго времени суток! С вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на 25 число, 6 месяца 2021 года. К сожалению, даты выхода обновления Сёстры Парвоса у нас по-прежнему нет, разрабы не хотят её пока что называть, чтобы не вызывать разочарование и раздражение в сообществе, если сроки не получится соблюсти. Однако, выход обновы всё ещё планируется до Танакона, нам уточнили, что прямо во время Танакона её запускать не будут. К тому же упомянули, что в этом году тоже будет причина находиться в игре во время проведения Танакона. Напомню, что в прошлом году игрокам показывали в реле новый контент и выдавали украшения на память. Также нам сообщили, что гальванические моды будут продавать по 20 эссенций Витус, плюс шанс выпадения такой эссенции с арбитражных дронов поднимут с 3% до 6%. Однако, эссенция Витус будет пропадать через 5 минут после выпадения, как и эссенция стали. Было упомянуто, что мы скоро снова увидим Валу, что неудивительно, учитывая скорое появление Личии Корпуса. Что касается квеста Ярели, то его больше не называют мини-квестом, ибо повествование расширили и кучу озвучки записали. Хотя до уровня Зовы Темпестарии дотягивать не будет в плане кинематографичности. О первом легендарном ранге упомянули, что получить его смогут основатели, которые уже всё прокачали. За получение нового ранга выдадут некие прикольные вещи, хотя с наградами 30 ранга не сравнится. Предупредили нас и про то, что 1 июля отмечается День Канады, потому стримов или обновлений в этот день ждать не стоит. Что касается других новостей, то сегодня в 21.00 ПМСК заканчиваются знойные дни, потому у вас осталось меньше 24 часов на прохождение миссии и выкуп наград. Исчезнет ли новая эфемера сразу, или будет некая задержка по её изъятию, пока неизвестно. Началась распродажа наборов в поддержке деймоса со скидками от 20 до 40%, что продлится до 8 июля. Хотя у консоли имеются разные даты завершения продаж. На ПК можно купить наборы со скидкой на официальном сайте, в Steam и через Epic Games Store. Ожидается, что наборы эти пропадут после завершения распродажи. Недавно мне попались упоминания новых глобальных грифов, потом вы можете их забрать, а ссылки для активации я оставлю в описании видео. Напоследок, стоит упомянуть и недавнее объявление Windows 11, ибо новая версия винды обещает некоторые нововведения для игроков, что может затронуть и Варф. Автоматический HDR нам не нужен, ибо Варф уже поддерживает HDR. Однако, больше интерес представляет технология Direct Storage, которая должна ускорить загрузку игр, передавая данные в обход процессора прямо в видеокарту, насколько я понимаю. Однако, для этого нужно будет иметь некоторое железо, например, NVMe SSD с поддержкой PCI-Express, как минимум версии 3.0, хотя рекомендуется версия 4.0. Также нужна видеокарта, которая поддерживает DirectX 12, но шустрее будет видюха с поддержкой DirectX 12 Ultimate. По факту, эта система уже должна работать на новых консолях Xbox, где можно глянуть скорость загрузки Варфа. Однако, особых деталей нам не предоставили насчёт этой функции, но выход свежей винды должен состояться под конец года, плюс пользователям 10-й винды будут предоставлять бесплатные обновления до 11-й версии. В любом случае, поддержка Windows 10 пока ещё не прекращается, потому торопиться переходить на новую винду надобности ещё нет. На этом же от меня всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока!